МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 новости в студии Алена Матвеева. Здравствуйте. Преступники в погонах в Запорожье задержали двух полицейских, которые отнимали деньги у прохожих на железнодорожном вокзале во время несения службы. Полицейские, увидев пассажира в состоянии легкого опьянения, пытались его ограбить, но были задержаны сотрудниками внутренней безопасности и прокуратуры области. Это была не первая попытка грабежа. Еще в начале сентября в Управление внутренней безопасности полиции обратился 64-летний житель Запорожья, у которого полицейские, завязав дружескую беседу, на вокзале отобрали 56 тысяч долларов и почти 10 тысяч евро. Подозреваемыми оказались старший сержант полиции, который имеет опыт работы в правоохранительных органах около 10 лет. Теперь в отношении сотрудников полиции открыто криминальное производство. Им грозит лишение свободы от 8 до 13 лет с конфискацией имущества. Долгая дорога на работу. Сегодня жители города ощутили на себе всю прелесть нахождения в дорожной пробке. Дело в том, что по инициативе председателя Запорожской облгосадминистрации Константина Брыля патрульная полиция пыталась решить проблему пробок на мостах Преображенского и плотине Днепрогресса. Проблему только усугубили. Патрульные перекрыли движение в сторону Бабурки на мосту, ведущем к острову Хортица. В результате сотни машин вынуждены были ехать через плотину, образовались огромные пробки на проспекте Соборном и улице Богдана Хмельницкого. Длина маршрутов общественного транспорта, курсирующего в Хортицком районе, увеличилась почти на 6 километров. При этом запорожцев о таком эксперименте его инициаторы не предупредили. Далее мнение о сложившейся ситуации водителей и представителей патрульной полиции. Мы перекрыли мост с экспериментом, чтобы с Бабурки не было пробки. Так нам полиция сказала. Мы им говорим, вы хоть нас пустите. Ладно, люди на работу сегодня все поопадали. Сегодня кричали так, что мы не знали. Ну и собралась пробка на дамбе. Мы проводим совместную нараду с управлением транспортного обеспечения Запорожького, а также перевозниками. С взглядом на события, которые произошли в ранее, мы прекратим реализацию данного проекта. Заплати за коммуналку дважды и спи спокойно. С 1 сентября этого года услуги по обслуживанию дома запорожцам вместо КП основания предоставляет КП наш город. Но платежи от КП основания жители Запорожья все еще продолжают получать. За что и кому все-таки платить, разбиралась Седония Ракелян. Ирина ежемесячно оплачивает счета за содержание дома. Задолженностей у нее нет. В этом месяце ей пришли платежки уже от КП наше Миста. Но в день оплаты узнала, что у нее остался долг и от КП основания. Последний платеж КП основания я сделала 21 сентября согласно счету за август. Когда мне в октябре пришел счет от КП наше Миста для оплаты и содержания дома, я пошла платить в связь сервис. Это было 21 октября. Ровно через месяц я платила КП основания. Ирина показывает нам оплаченные квитанции за последний месяц функционирования КП основания. Говорит, не понимает, за что платить, если их дом уже на балансе другого коммунального предприятия. Чтобы разобраться в ситуации, женщина обратилась в расчетный центр и выяснилось, что платить ей все-таки придется. Эта задолженность, которая у меня есть, мне ее подтвердили. Это называется окончательный расчет. Что под собой подразумевает окончательный расчет, никто не смог объяснить. Квитанция для оплаты Ирине не приходила. Но в расчетном центре женщине сказали, наличие платежки не обязательно. Если выставлен счет в электронном виде, это уже основание для оплаты. Но уже в самом КП основания дали другой ответ. Я говорю, а почему это надо оплатить? Ну, это как бы она выразилась индексация с 2008 года, потому что тарифы не поднимались очень давно. За август. И вполне возможно, что они, наверное, моих денег еще не увидели. И предложила мне не платить до 15 ноября. В КП основании говорят, после окончательного перерасчета выяснилось, сумма выполненных работ по некоторым домам превысила сумму, указанную в предыдущих платежках. А значит, у этого дома задолженность перед коммунальным предприятием. По другой части домов, там, где услуг было оказано меньше, чем было произведено начисление, мы провели перерасчет, и некоторые жильцы получили платежные документы за минусом. То есть вот эта сумма, которая указана в этом документе, будет возвращена им лично через кассу предприятия по заявлению. Ирина говорит, по их дому никаких ремонтных работ не проводилось. До сих пор течет крыша, в подвале вместо двери кусок железа и дома седает. За что переплачивать жильцы все равно не понимают. Каждый из жильцов получал услугу, как, допустим, в квартиру попадала вода холодная, горячая, отопление, была оказана услуга по канализированию воды, электричество в квартиру попадало каким-то образом. Все вот это, все эти услуги, они входят в комплекс этих мероприятий. И по этим мероприятиям, если человек получал эту услугу, то уже автоматически считается, что основание что-то выполняло. В КП основание объясняют тем жильцам, у которых нет долгов, платежки от их коммунального предприятия не будут приходить. Ну а тем, которым все-таки пришла платежка, придется выплатить сумму, указанную в графе «перерасчет». Седония Ракелян, Игорь Бахиркин, Иван Демьяненко, ТВ5. Служба 1580 будет работать по-новому. На ее базе планируют создать современный контакт-центр. Кроме того, по поручению городского головы Владимира Буряка в Запорожье создадут и единую аварийно-диспетчерскую службу. Подробнее в сюжете Екатерины Даншиной. Более 300 специалистов, которые будут работать по трем направлениям, обслуживая жилые дома всех форм собственности. Так будет выглядеть городская аварийно-диспетчерская служба. Вопросы ее создания обсудили депутаты Гурсовета, руководители коммунальных предприятий совместно с общественниками. Расходы по содержанию новой службы не будут включать в тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Первое направление – это сама по себе аварийная служба, которой слесаря будут. Расчетная численность, если я не ошибаюсь, 312 человек, 4 смены, 4 бригадный график. Второе направление – это непосредственно диспетчеризация лифтового хозяйства. Третье направление – непосредственно то, чем должен, наверное, заниматься Центр информационных технологий. Это контакт Центр 1580. Служба будет финансироваться из городского бюджета, а не за счет коммунальных предприятий. Отдельно обсудили и работу Центра 1580, которая в последнее время вызывала много нареканий запорожцев. 50% людей, точнее, как кажется, не могли дозвониться. Мы провели более детальный, более глубокий анализ непринятых звонков. Львиная доля звонков идет, а как там моя заявка, как там статус по моей заявке. Это идет на среднем где-то 30-35% звонков. И я ожидаю, как минимум, снижение количества звонков, когда мы запустим публичный сервис. На базе службы 1580 создадут контакт Центр. После реформы появится обратная связь и визуализация. Горожане смогут на интерактивной карте оставлять заявки и просматривать их статус. Контакт Центр не будет подчиняться ни одному КП, предоставляющему жилищно-коммунальные услуги. Мы сейчас перерабатываем классификатор обращения заявок, для того, чтобы говорить людям, жителям города Запорожья, правду, прежде всего, о том, когда его заявка может быть выполнена. В декабре новая система должна начать работать в тестовом режиме. В январе 2017 года ее планируют запустить полноценно. Представители общественности на совещании смогли задать все интересующие их вопросы по работе новых служб и внести свои предложения. Диалог – это всегда хорошо, в моем понимании. То есть, когда приходят люди, которым не безразлично, и высказывают те или иные пожелания, которые, на самом деле, действительно можно реализовать и сделать жить в городе лучше, комфортнее, ну, это хорошо. Главное, что такие люди есть. Мы готовы в любом случае к диалогу, потому что мы это делаем не для себя, мы это, прежде всего, делаем для тех же жителей города Запорожья. И обратная связь нам также важна. Екатерина Данчина, Сергей Чалый, ТВ5. В Запорожье продолжают ремонтировать дороги. Работы ведутся во всех районах областного центра. До конца этого года в Александровском районе порядка 10 тысяч квадратных метров тротуара обещают заменить с асфальтного на плиточное. Подробнее о том, как преобразятся запорожские дороги, расскажет Мария Маракелян. Ремонтные работы по проспекту Соборному, 26, начали еще вчера. Сейчас подрядчики снимают асфальтное покрытие, чтобы уложить здесь тротуарную плитку. Она, в отличие от асфальтно-бетонного покрытия, стойка переносит температурные перепады, говорят специалисты. Будет уложено 1900 квадратных метров тротуарной плитки. Я думаю, что в течение двух недель подрядчик обещал закончить. Ну, посмотрим по погоде, если погода не помешает, я думаю, в графике будет. С завтрашнего дня начинается укладка тротуарной плитки, и так поэтапно двигается по сторонам. В этом году в Александровском районе запланирована замена почти 10 тысяч квадратных метров тротуаров. После того, как будет демонтировано асфальтовое покрытие, завозится основание под плитку, которое впитывает себе влагу, которая на нее попадает. И дальше непосредственно укладка плитки, восстановление бордюра. На капитальный ремонт тротуара в Александровском районе из городского бюджета выделено более 4 миллионов гривен. Сегодня начались работы по улице Тургенева от проспекта Соборного до улицы Александровской. Здесь будет полностью выполнен средний ремонт проезжей части. Фреза пришла будет срезать крошку. И сразу же мы эту крошку везем на частный сектор, отсыпаем улицу Термерязева. И выполним парная-непарная сторона тротуара по улице Тургенева. Вы видите, в каком он состоянии. Кроме того, обещают преобразить зеленую зону. Ремонтом занимается КП «ЛУАД». Работы планируют завершить до конца недели. Ожидаем ровное покрытие, потому что я с коляской, для меня это очень важно. Ожидаем, что будет красиво, удобно пешеходам. От качества дорожного покрытия очень много зависит удобство. Наверху тем более институт, в котором я училась. И я знаю, что такое наверх ровная дорога, как это важно. Продолжается и ремонт внутриквартальных дорог. Сегодня работы ведутся во дворах по улице Гоголя и проспекту Соборному. Мария Маркелян, Александр Гоц, ТВ5. Активный старт децентрализации. В детском саду села Благовещенко Бельмадского района открыли новую группу. Это настоящий праздник для жителей села, ведь в дополнительной ясельной группе нуждались много лет. Все это стало возможным после объединения пяти сельских советов. Сегодня территория получает финансовые субвенции и сотрудничает с иностранными инвесторами. Подробнее Екатерина Шапка. Много лет часть здания этого детского сада пустовала и приходила в негодность. Ранее тут была лишь одна старшая группа из 24 воспитанников. За два месяца сделали ремонт, заменили двери, окна, отремонтировали санузел. Сегодня новая ясельная группа уже готова принять еще 15 малышей из двух ближайших сел. Первый раз в сад пришла и двухлетняя Богдана. Мама девочки теперь сможет выйти на работу, оставив ребенка в саду. Баловаться не будешь. Если бы был бы садик закрыт, его не было бы, было бы тяжело, допустим, устраиваться в садик района. Потому что вообще дорога, зима, холодная, доберусь, доберусь. А когда здесь рядышком сели открыли садик, это очень прекрасно. Открытие новой группы расширит и штат сотрудников. А это дополнительные рабочие места для сельских жителей. У меня появился завгосп на 0,5 ставки. В ней появилась наша прачка, теперь у нее было 0,25, теперь она получила 0,5 ставки. В ней появилась медсестра на 0,75 ставки. Розумієте, дверник, путь, потому что территория у нас велика. И чтобы у нас было хорошо, появились еще два вихователя. Теперь в детском саду Чебурашка три вихователя. Подготовить группу к открытию помогали местные предприниматели и сами родители. Большая часть финансов выделена из бюджета громады. Сейчас на территории осваивают субвенцию от государства в размере около 8 миллионов гривен и 800 тысяч гривен из областного бюджета. Деньги идут на развитие сельской инфраструктуры. Плануется ремонт в школе, установление модульной котельной в школе автономной. На сегодняшний день, вот мы с вами сейчас, на сегодняшний день, биле Будинку культуры, идут ремонтные работы в Будинку культуры и придбание автомобиля для амбулатории и загальной практики семейной медицины. Я считаю, что за год существования громады это действительно хороший шаг вперед. Подобные проекты сегодня реализуются и в остальных пяти селах объединенной громады. Председатель громады говорит, реформа позволила увеличить местный бюджет за счет возвращения 60% поступлений от налога на доходы физических лиц. В то же время у громады увеличились и статьи расходов на содержание социальных объектов. Первый год стал плодотворным благодаря субвенции. Будет ли государство выделять деньги на развитие громад в дальнейшем, пока не ясно. Мы, когда объединялись, в наших розрахунках не было суммы на помощь от государства. У нас было по нашей громаде 3 миллиона профицит. Сегодня, понятно, что зависит от условий государства. Если она будет повышать минимально что-то, то понятно, что нам никому не будет понимать, как мы будем жить. Но есть мотивация сегодня в громадах. Понимаете, что когда мы не киваем на Киев, на Запорожье и на районную ладу, те повноважения и те структуры, которые у нас сегодня находятся, мы сами вырешиваем, как скорочивать, как утеплять и как экономить. Сегодня громады ищут дополнительные источники финансирования. После объединения появилась возможность сотрудничать с иностранными инвесторами и получать гранты. Зарубежные инвесторы тоже больше споепрацуют и на злаштоне, и на громадах. Так как мы распорядники кощев, с нами, например, можно споепрацовать мимо бюджета, там, от Киева, Запорожья и районного бюджета. Им это зрозумело. Можливо, мы на сегодня не так готовы юридично с ними споепрацовать, но они с зрозумением до нас ставятся. В рамках такого проекта в Камышзаре планируют заменить окна в одну из школ, обеспечить мебелью и оргтехникой местный центр предоставления административных услуг и открыть дом для временных переселенцев. Екатерина Шапка, Александр Доля, Бельмацкий район, ТВ5. Это была последняя информация этого выпуска. Уже в 19.00. Не пропустите. Новые факты. Друзья погибших в ДТП женщины в селе Лежино решили провести собственное расследование случившегося. Жизнь на нулевой линии фронта. Военные сводки не умолкают. Бои на Донбассе не прекращаются. Право представлять область на чемпионате Украины. В Запорожье 9 команд соревновались за звание лучшего по баскетболу среди мужских любительских команд. После всех неприятностей, которые преследовали молодую девушку Лялю, она не сдалась и продолжила путь к достижению своей цели. Узнайте о дальнейшей судьбе главной героини в новой серии «Красотки Ляля» сразу после выпуска новостей на ТВ5. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. А мы с вами увидимся уже в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова